Всем огромный привет! Я получила посылку с тканями и хочу вместе с вами ее открыть. Что это за ткани? Эти ткани приехали ко мне из Одессы, солнечной Одессы, от моей зрительницы Натальи, которая отправляла эти ткани. Эти ткани вообще благодарны за видео о магазине, который эти ткани продает. Вот так вот. Спасибо вам большое, спасибо Наташе, что она так постаралась и отправила их мне. Давайте смотреть. Ну что, готовы? Я да. Это шелк. Вау! Смотрите, какой прикольный. Это, кстати, такой шелк. Сейчас я пойму, где доливая. Вот так доливая. Он с эластаном, смотрите. Смотрите. Вот как интересные идут полосы. Как здорово! Что с этого можно сшить? Ну, конечно, платье с этого можно и нужно сшить. Я почему-то сейчас вспомнила, когда мы были в Берлине, в музее, там была такая, не знаю, инсталляция, так можно сказать, по работе, по визуальным эффектам полос. Ты меняешь направление полос, то есть не так, ты меняешь их расположение и они меняют направление. И я вдруг вспомнила об этом сейчас. Как интересно! Да. Надо подумать, что с этого сшить какие-то. Ну, однозначно, это будет что-то очень легкое, летнее, летящее. Просто супер! Ой, класс! Дальше. Клетка виши. Хлопок. Ну, это платье-рубашка. Ой, не улетай. Клетка виши. Хлопок. Эластана нет. Обычный, самый обычный рубашечный хлопок. Кстати, не светится, что приятно. Что-то легкое, летнее. Наверное, я уже в этом году не успею ничего сшить себе из этой посылки. Ну, может быть, что-то из шелка, потому что шелк я очень люблю. Хотя из шелка, мне кажется, можно сшить вообще в любой сезон, в любое время года. Потому что, например, если зимой накинуть что-то на себя теплое на плечи, всегда это может быть каким-то выходным платьем или коктейльным, правда? А хлопок, он идет на лето. Но я надеюсь, лет у меня будет еще много впереди. И обязательно что-то сошью. Тем более, вот такая вот клетка виши. Это вообще классика. Я так вытягиваю, как из черного ящика. О, смотрите, какой полоска вот так, долевая. Немножко есть, немножко из телостана. По долевой не тянется, только по поперечной. И тут, смотрите, такие морская тема, канатики. Полоска черная, белая, бежевая. Немножко, буквально чуть-чуть бронзы, такие тоненькие ниточки. Хлопок тоже. Блин, как не банально это звучит, я все время вижу какие-то платья. Ну, я просто люблю платье. Мне кажется, я девочка платья. Я бы сшила, конечно же, из этого платья. Не уверена, что стоит располагать его так, потому что тянется ткань, есть телостан. Нужно располагать все-таки вот так, полоску по поперечной. И поиграть, к примеру, с планкой. Планку можно вырезать вот так вот, да. Продублировать, например, вот с такого канатика. Вот такая у меня есть идея. Тут тоже платье-рубашка. Можно, кстати, поиграть. Я видела, там есть такие разные варианты. Можно и вот такой глубокий вырез и платье-рубашка. Я видела, воротники даже делают, знаете, вот сюда на плечо. И здесь идет растежка по руке. Сколько вариантов. Только бери и шеи. Моделируй, бери и шеи. Особенно, когда у тебя уже есть выкройка. Осталось только взяться за работу. Так, дальше. Так, это хлопок. Это хлопок. Хлопок двусторонний. Смотрите, какой интересный. Серый. Здорово. И тянется тоже есть эластан. В свое время, когда я работала в офисе и шила себе платья на заказ, я гонялась за такими тканями, которые натуральные и имеют эластан. И они невероятно удобные. Вот в платьях, в футлярах ты присаживаешься, тебе ничего не давит, ты же за компьютером сидишь. В общем, ты всегда находишься в поиске вот таких очень комфортных, удачных платьев из очень хороших тканей. Ой, супер, слушайте, мне так нравится серое. Сюда можно было бы пустить. Я вообще не очень люблю смешивать цвета, но я бы пустила сюда какой-нибудь розовый кант, отделку розовым кантом. Я очень люблю сочетание серого и розового. Мне кажется, это очень красиво. Правда? Такой мелкий рисунок, принт. Или это переплетение? Это не принт, это переплетение такое. Очень похоже на жаккард, но не жаккард. Просто двусторонний хлопок. Класс, очень мягко, потому что жаккард, он больше держит форму. Это такое мягкое, видите? Там еще что-то, еще что-то. Последнее, последнее. Розовое. Розовое. Чудо. Какая интересная ткань, девочки. Во-первых, она такая, знаете, как полинявший джинс, видите? Знаете, чтобы я с нее сшила? Платье такое желтое. Я увидела его у Елены Галант в видео. Ей, кстати, она тоже очень понравилась. Но оно желтое. Я бы сшила из розового. Вот такое платье на одно плечо с треми пуговицами. Мне кажется, оно было хорошо. В общем, что это за ткань? Она очень похожа на ткань, на аиду для вышивки крестиком. Но она неравномерного переплетения. Вышивать на ней вряд ли можно. Неравномерное переплетение – это когда вы вышиваете, а крестик у вас не квадратненький, а такой прямоугольненький. И идет искажение немножко рисунка. То есть она как бы имитирует, как будто бы это для вышивки. На самом деле это не для вышивки. Вот что значит неравномерное переплетение. Класс. И мне очень нравится, что ткань не яркая. Потому что я не очень контрастная. Здорово. А можно соединить это платье, например, с белым хлопком. Тут же есть белый. Подобрать белый тон в тон. Будет очень прикольно. И такие отрезы, видите, хорошие. То есть, в принципе, с них реально можно сделать изделие полное. Класс. Боже, Наталья, спасибо вам большое. Спасибо магазину большое. Мне очень приятно. Я так благодарна. Я прям как-то осыпана подарками, тканями. Посмотрите, это же богатство. Сейчас еще мама придет. Я сейчас у родителей. Может быть, себе что-нибудь выберет. Я ей, кстати, сейчас уже шью платье. Жду, когда она приедет с дачи. Сделаем примерку. Обязательно тут вам тоже это покажу. Ну что ж. Спасибо, мои дорогие, что посмотрели это видео. Я надеюсь, вас вдохновило. За чашечкой кофе и конфеткой. Если у вас есть идеи того, что можно сшить, пишите об этом в комментариях. И увидимся в моих новых видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok